Добрый вечер, дорогие телезрители. Пятничный вечер. Вы смотрите программу «Спорт-клуб». В студии работает Власий Сергеев и Дарья Анкехова. В первые два блока нашего эфира мы будем говорить о замечательном виде спорта, об очень интересном состязании, о северном многоборье, так как Якутск у нас 1 по 7 апреля станет центром. Наш город принимает чемпионат и первенство России по северному многоборью. С большим удовольствием мы представляем вам гостей нашего первого блока. У нас сегодня в студии директор Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Мончары Гаврил Михайлович Махначевский. А также исполнительный директор Федерации Северного многоборья Республики Саха-Якутия Станислав Евсеевич Андреев. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно, первый вопрос будет к вам, Гаврил Михайлович. Какова у нас сейчас на данный момент обстановка, готовность к этим соревнованиям и вообще в который раз республика принимает такие серьезные соревнования? Спасибо. Ну, подготовка идет полным ходом. Все-таки это чемпионат и первенство России. Поэтому, ну, в Министерстве по физическому и спорту создана комиссия рабочая. И эта комиссия сейчас на сегодняшний день полностью работает. С погодовкой места проведения, по месту проведения, ну, размещения питания. Да, ну, в 2015 году у нас проводился первенство России среди юношей и девушек. И вот в этом году мы принимаем уже чемпионат и первенство России после Северного многоборья. Вот. Сколько спортсменов ожидает принять именно наша республика? И из скольких человек состоит именно наша делегация? Ну, наша делегация состоит из 24 спортсменов и два тренера, получается. Старший тренер по юношам – это Иванов Альберт Федорович, тренер Черепчинского района. И старший тренер среди взрослых – Попоп Анатолий Иванович. Он сам является старшим тренером Невингридского района. И Республики Саха тоже является он старшим тренером. И сколько всего будет участников? Ну, мы планируем 200, ну, где-то 260 всего ожидается. Мы планируем около 260. Да, 260. Из 10 регионов, верно? Из 10 регионов. То есть конкуренция будет очень такая серьезная, да? Нашим ребятам нужно будет постараться. Конечно. Ну, вот мы знаем то, что примерно неделю назад, да, у нас проводились вот в Якутске и первенство, и чемпионат Республики, по итогам которых, ну, окончательно была сформирована сборная команда Якутии. И, скажем так, что это была генеральная репетиция, да, перед ответственным стартом. Ну, и, конечно, вот за право проводить столь масштабные соревнования. Обычно вот города проводят такую нешуточную тоже борьбу, да. Нам хотелось бы очень узнать, вот, какие же города опередил Якутск, вот, чтобы получить право проведения чемпионата и первенства России по Северному многоборью. Так, ну, всегда чемпионат и первенства России, ну, статусы соревнования, поэтому другие города, так как Ямала-Ненецкий, Ортономный округ, Хантамасийский округ и город Красноярск тоже изъявили желание проводить данные мероприятия, соревнования. Ну, мы тоже от своей имени, от имени руководства Министерства спорта, по физической культуре спорта, да, тоже, ну, скажем так, добились провести данные чемпионаты первенства. Так, ну, сама республика, данные соревнования, ну, данный вид спорта, как Северного многоборья, уже знакома 1987 года. В этом году наша дружная сборная команда Якутской АССР впервые приняла на данном чемпионате России по данному виду спорта, и весьма тоже удачно. И с тех пор мы данный вид спорта здесь только развиваем и пропагандируем. Ну, основным, скажем так, вдохновителями данного виду спорта является вот нынешний министр Синекентьевич Григорьев, наше министерство, да, и патриарх на основе спорта тоже Валерий Пантелеймонович Кочнев. Вот они, скажем так, очень активно пропагандируют данный вид спорта и до сих пор, вот так сказать. Да, ну, я думаю, то, что не все телезрители, да, понимают, что же такое Северное многоборье, да, и давайте вот попробуем объяснить, да, но мы знаем то, что Северное многоборье – это комплексное соревнование, которое включает в себя пять дисциплин. Ну, давайте попробуем пройтись по этим дисциплинам, ну, не знаю в каком порядке, но начнем с метания Тензиана на Харей. Во-первых, очень странные, возможно, слова будут для многих телезрителей, вот простым языком, что это такое? Это аркан, это аркан изготавливается из шкуры оленя, длиной она составляет 30 метров, бросает… У нас в аркане участвуют мужчины, женщины, первенство, да, 16-17 – это юноши и девушки, мужчины расстояние 15 метров, женщины 11 метров и юноши 13 метров. То есть необходимо закинуть этот аркан на это расстояние? Аркан. Харей, высота харея 3 метра, надо закинуть, попасть вот это. То есть за определенное количество времени попасть, ну, наибольшее количество раз, да, я понимаю. По правилам дается время на собряда, вот аркана 3 минуты дается, а для броска дается 2 минуты. Вот ограничения должны попасть. Следующая дисциплина? Следующая дисциплина у нас метание топора на дальность, это топор изготавливается индивидуально каждого спортсмена, сам готовит, каждый спортсмен может быть, кто-то, ну, тренер или кто-то, мастер может готовить. Да, мастер или тренер. И топор должен не менее 350 граммов, не менее 350 граммов должно иметь вес. Так у нас… А максимально? Максимально, ну, сколько можно. Да вы что? Ну, это зависит от силы спортсмена, получается. Интересно, да? Тем тяжелее топор, тем должен быть спортсмен сильнее. Топор сильнее, сильнее. А тут все вроде бы просто, да, кто… Дальше кинет топор. Да, кто дальше кинул топор, тот и выиграл, да? Да, ну, у нас вот в метании топора есть коридор обозначенный, да, это получается ширина коридора 50 метров и длина коридора, ну, 250 метров, 300 метров. Тректируется результат только в том случае, если топор приземлился внутри этого коридора, да? Да, внутри этого коридора. Очень много бывает. Что вылетает? Вылетает, да. Вылетает за коридором. Ограничения все-таки есть. Не так-то это уж и просто, да, взял и метнул. Хорошо, далее у нас тройной прыжок. Северный тройной прыжок, делается три прыжка с одурменным отталкиванием двух ног, с разбегом можно и без разбега можно. Ну, у нас рекорд республики очень долго стоял 11-1 и рекорд России был, да, это Семен Никитич Горов установил, это наш спортсмен, и буквально вот в 2017 году, побили, да, вот этот рекорд. С 94-го, если не ошибаюсь, 94-го года до вот 2017 года. Мы были лучшими, да? Да, мы были, стояли вот на высоте. Хорошо. Дальше прыжки через нарты, очень такая интересная дисциплина, мы ее прям обсуждали вот до того, как начали эфир, да? Здесь тоже свои есть нормативы. Тоже свои нормативы, ну, нарты тоже сейчас уже порядка, то есть принимают какие-то изменения уже по конструкции, да. Раньше было все сделано из бруса деревянного. И травма опасна была, и очень было, ну, если вдруг спортсмен падает, засыпляется, то очень было, так сказать, больно. Но сейчас уже новые правила вышли, вот буквально месяц назад, и здесь можно уже легкой конструкции, и между, ну, на место вот бруса сейчас можно сделать пластиковый. Пластиковый. Да, то есть более безопаснее, да. Так, ну, для мужчин это другой размер, это 50, высота 50 сантиметров, ширина тоже 50, вниз уже 70. 75. Ну, то есть, а задача, как можно больше перепрыгнуть через них? Да, то есть в одном, в коридоре, где, ну, прыжковый сектор стоит 10 нарты. 10 нарты. Да, и спортсмен должен без остановки должен прыгать. Пока может. Да, пока может. И здесь рекорд, здесь просто... Здесь тоже установлены рекорды, так, с Вашего позволения могу озвучить. Так, на сегодняшний день рекорд России составляет 1250 среди мужчин. С ума сойти, то есть 1250 раз нужно перепрыгнуть через нарты. То есть, ну, я даже... Попробуйте сто раз на месте просто попрыгать, а тут разговор идет. Да, и здесь можно отметить, что вот прыжки через нарты, они очень дают, ну, интенсивность дают, да. Поэтому очень, так сказать, ну, как спецупражнение может использоваться и для боксеров, и для катлетов, и для борцов. То есть, это такое универсальное. Да, универсальное такое упражнение, поэтому... И финальная дисциплина... Да, и на сегодняшний день другие виды спорта тоже используются. Тоже. Да. И финальная дисциплина – это бег с палкой. Здесь тоже все, в принципе, понятно, да, на определенное расстояние. Ну, бег с палкой у нас по перечислению местности получается, да, и в этом она уникальная, как скажем. Каждый, ну, старты бывают разные. У нас определенного стандарта нет, поэтому разные нормативные показатели и разные эти. Ну, бег на 3 километра – это для мужчин, бег на 2 километра – это среди женщин, и бег на километры – это среди юношей и детей, ну, 14-15. То есть, очень интересная программа, да, у Северного многоборья. И, как сказал Гаврил Михайлович, сегодня очень много ведется работ по именно пропаганде, да, именно этого вида спорта. И сегодня занимаются сколько человек на территории республики? Есть ли какая-то статистика? Да, и статистика, конечно, есть. По итогам 2018 года по республике занимаются 1956 человек. Порядка двух тысяч. Да, ага, порядка двух тысяч. И, ну, мы, ну, нашим центром и Министерством по физкультуре и спорту тоже ведется работа по пропаганде данного вида спорта. И... Включения. Да, это были, так сказать, бум, большой был, да, допустим, так сказать. Мы полностью, полный формат данного вида спорта мы включили вот по играм Манчара. Манчара. Да, поэтому здесь очень много было участников, много было очень отборных соревнований. И, в общем, после этих включений данного вида спорта сейчас идет очень динамичное развитие данного вида спорта. То есть спортсмены у нас есть? Да. Спортсмены есть. И включили вот в Манчарах и в зимних видах спорта, да. Тем самым мы очень много инвентарей приобрели, получается. Приобрели инвентарь. Да, аркан приобрели и топоры тоже. Ну, тут дело заключается в том, что не просто спортсмены есть, а благодаря включениям вот в программу наших главных соревнований, да, спортсмены нацеленно готовят вот круглогодично, чтобы... Здесь уже, так сказать, подход был более профессиональным и так далее. Да. Ну что ж, спасибо, да. У нас подходит к концу первый блок и благодарим Гаврила Михайловича за то, что вы нашли время и посетили нашу студию. А мы продолжим общаться со Станиславом Алексеевичем вместе вот со спортсменами. Дорогие телезрители, мы увидимся после короткой рекламной паузы. Дальше будет также интересно, так что оставайтесь с нами. После короткой рекламной паузы в прямом эфире вновь телепередача «Спортклуб» в студии по-прежнему работы Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну что ж, до ухода на рекламную паузу мы поговорили о том, какова же организация, насколько готовы наши спортсмены и какие делегации прибудут в нашу республику на днях. Ну а сейчас, конечно же, мы представляем вашему вниманию непосредственных участников этого мероприятия. Это Петр Охлопков, он является членом сборной команды республики Саха-Якутия по Северному Многоборью, а также Аян Чоросов, также является членом сборной команды республики. Ну и с нами, конечно, по-прежнему остался Станислав Евсеевич Андреев, он является исполнительным директором федерации Северного Многоборья и Республики Саха-Якутия. Ну что, еще здравствуйте, ребята. И хотелось бы у вас, конечно, узнать, как вы попали в Северное Многоборье? У нас осенью отборочный этап был турнир, и мы прошли отборы, соревновались. А вообще впервые, когда услышал об этом? Впервые уже в прошлый чемпионат России. То есть ты уже человек с опытом такой, да, у нас? Ну да. Хорошо. А Янка как давно узнала о Северном Многоборье? В 2014 году мне сказал старший брат Егор Иванов, он является мастером спорта республики Саха-Якутия по борьбе в Сахае. Он рассказал мне, что это Северное Многоборье для тебя очень, короче, идет, подойдет, да. И я поступил в колледж в 2014 году в Вилюйском педколледже после 9-го. Там я узнал. Там уже начал заниматься уже, наверное, да, активно. Ну, как часто в спорте бывает, да, на примере старшего брата, да, вот младший идет и вникается. Причем интересно, что старший брат не сказал, иди занимайся их обслугая. Видишь? То есть конкуренцию, видимо, тоже себе не хотят, да? Нет, он просто прекрасно понимал, что больше подойдет для младшего брата. Хорошо, ну и продолжая разговор, да, вообще о Северном Многоборье в целом, мы вот говорили о том, что вот появляются стандарты, да, вот как любой вид спорта, он со временем продолжает развиваться, и вот у нас продолжают, ну, формироваться эти стандарты, да. Да, вот, например, ребята с собой принесли инвентарь, который используется в состязаниях по Северному Многоборью, и давайте вот разберемся, что у нас сейчас лежит на столе. Ну, вот у нас начнем с тензиана, да? Вот это у нас тензиана на аркан, ну, тензиан это называется, и аркан называется, да, ну, в простонародье. Она составляет, вот, как в предыдущем я сказал, длиной 30 метров, и она, вот, как вы видите, изготавливается вот ручной работой, она плетется сама. Ну, вот вы, Станислав Алексеевич, сказали о том, что нам пока приходится приобретать вот подобный инвентарь именно в Ханты-Мансийском автономном округе, верно? Да, да. То есть там мастера это изготавливают. Наши пока не делают? Ну, наши делают, но она более подходит для быту. Для бытовых. Для соревновательных она пока не... А то есть вот у меня тогда возникает вопрос. Каждый спортсмен изготавливает сам для себя инвентарь, это очень интересно. То есть кто что сможет, тот и сделает, и... Да, все верно. С одной стороны, это и удобно, да, Влас? Соревнования начинаются уже в момент подготовки к соревнованиям. Подготовки, да, то есть нужно придумать так... Плохо сплетешь, попадать не будешь. Да, это очень интересно. А что касаемо вот второй инвентарь у нас на столе? Это у нас топор, называется спортивный топор. Она, вот, изготавливается, ну, две части, да, это рукоятка, она из дерева, обычно мы делаем из березы, а вторая часть у нас железа, вот этот. Ну, по легенде, они вот этим топором добывали себе вот пич, ну, уток, там, гусей, там. То есть вот именно из-за того, что он такой плоский, и вот этот, он убивает на повал. Как бумеранг. Летит, летит и возвращается. А мы-то думали топор-то, да, вот, ну, я представляла себе совершенно другой топор, который вот в быту мы используем, и его метать надо, а здесь все-таки есть своя специфика такая, да? Попробуй, попади, вот утка улетает. Рекорд топора у нас составляет 250 метров в РТ России, а в Республике 200, если не ошибаюсь, 210. Является Николай Николаев, это великий спортсмен. Что касается Аркана, Аркан у нас в Республике рекорд 48 попаданий, это Герасимов Октябрь, и в России более 100, если не ошибюсь, да, 101 попаданий. Ой, с ума сойти, то есть есть к чему стремиться нашим спортсменам, да, еще? Ну вот и к ребятам тогда, да, опять дисциплин. То есть нужно быть, ну, реально спортсменом, им нужно уметь делать все. Вот легче всего тебе что дается, вот для себя, что проще тебе? И, соответственно, что тяжелее всего? Твойной прыжок мне и прыжки через Нарту, да. Самое тяжелое это метание Аркан. Да? Как раз рядом от Аркана. А что касаемо тебя? Мне тоже прыжки через Нарту. Нравится? И все. И все. Самая любимая дисциплина. Ребята легкоследовая, как я понимаю. Ну, Якутия сильнее в прыжках и в беге, да. Получается, вот метательные мы, вот как говорил Гаврил Михайлович, мы вот недавно включили вот в манчарах и зимних играх, поэтому у нас более плодотворные тренировки с того времени только начались. Только начались, получается. То есть в метании наши спортсмены еще отстают, а в прыжках мы тут... Догоним. Догоним, догоним. Догоним, догоним. А вот очень интересный момент, да, вот говоря о Аркане, вот тут же ситуация, как и в стрельбе из лука, да, может подняться ветер. Да. И тут, например, ты идешь, лидируешь, да, замечательно так выступил, там, через Нарты попрыгал здорово, да, и тут все может, например, в один момент рухнуть, да. Да. У нас система, вот, подсчета очков, кстати, о ней нужно поговорить. У нас как идет вообще оценка баллов? По наименьшей считают, получается, ну, допустим, по топору первое место занял, по Аркану второе. И так суммируется все. И по наименьшей, кто меньше очков набрал, тот и в сумме победителем становится. То есть в идеале нужно финишировать с пятью, да? Да. Пять дисциплин и пять очков. То есть везде первые, значит, пять очков и красивая победа. Отлично. Но вот, ребята, все-таки, если взять ваш опыт, да, вот для тебя все-таки ты ставишь перед собой цели попасть именно, вот, ну, допустим, даже в тройку лучше? В тройку, да. Ощущаешь себя силой в себе, да, такие? Да, есть. То есть в тройку, ты хочешь попасть в тройку? Ну. Уверен в этом? Ага. А что касаемо тебя? Нет. Если повезет. Если повезет. То есть так адекватно, да? Это зависит от этого, да? Хорошо. Ну, как мы поняли, ребята легкоатлеты, и я думаю, телезрителям было бы очень интересно узнать вот лучшие показатели, да, вот. Вот, Петр, вы говорили о том, что любите вот прыжки через нарты, да, вот. Сколько максимум? Я уверен, что ты прекрасно помнишь свои лучшие показатели. Вот твой рекорд личный. Мой личный 638. 638. А что касается тебя? 640. 640. То есть на два улыбки? Да, да. И знаешь, это же не выйдет так. Ну что, давай сегодня попробуем еще раз, да? То есть навряд ли они это делают ежедневно, да? 640. А максимально 1290, да? Это по России. По России. А в республике 840 нарты. Ну, ребятам. Является Тарков Михаил, он в 2009 году в Манчаре, в Вилюйске он установил рекорд. Цифры просто сумасшедшие. Сумасшедшие. Просто вот тяжело даже осознать. Произнес-то сложно, понимаешь, 1290. Хорошо, вот говорим о рекордах, говорим о результатах, и было бы логично сейчас начать разговор о результатах команды Якутии. Ну, в последние годы вообще на российской арене. Ну, вот у нас Сазонов Алексей, он сейчас учится и занимается в Черепчинской области. Он является трехкратным чемпионом России, обладателем чемпионата России 2018 года, да? И двухкратным чемпионом Кубка России. Он тоже является капитаном нашей сборной. И сейчас плодоторно занимается тоже, готовится. В плане того, что вот мужчин, да, юниоров, вот Охловка Петр, он сам является тоже чемпионом, призером России по первенству, да? Да. Какого года? 2015-2016-2017. Почти каждый год. Почти каждый год он по прыжкам через нарты, он попадает в тройку сильнейших. Ну, это здорово. Ну, у нас, конечно, в Якутске есть инфраструктура, да, для проведения чемпионата России, первенства России. И в том числе из-за высоких показателей наших спортсменов, вот именно нам доверили проведение, да, столь масштабных соревнований. Один из таких параметров, да, которые мы выполнили. Ну, и в гонке за право проведения нужно отметить то, что мы опередили города вот там, где вот очень сильно, да, культивируется Северная Многоборья. В Хантамасийском автономном округе, он является номером, ну, спортом номером один Северного Многоборья. У них есть национальный вид, ну, он национальный вид получается, как у нас Республиканский центр национальных видов спорта у нас есть, да? У них есть центр по Северному Многоборью. У них по каждым дисциплинам, по каждому виду отдельные тренера работают. А у нас пока мы не достигли до этого уровня, да, получается? У нас один тренер, который тренирует по всем дисциплинам. И массажист, и сполок, да, и медик, и все. Отлично. Ну, и давайте у нас осталось совсем немножко времени. Проанонсируем для телезрителей, где будут проходить и какие соревнования, потому что все-таки у нас нет единого места, где можно и топоры метать, и арканы бросать, и прыгать. Это специфика. Да, это специфика спорта. Поэтому, если вы хотите отслеживать именно весь чемпионат операции, необходимо будет передвигаться. Вот где будут проходить? Ну, первый вид у нас северный тройной прыжок. Мы планируем его провести 50 лет в Советской Армии. Второй вид у нас бег по пересеченной местности. Она будет в районе пятифабрики. Третий вид у нас метание аркана на Харей. Она будет проходить площадь Дружбы. Четвертый вид у нас метание топорона на дальность. Это будет проходить в Зеленом Лугу. И пятый вид, прыжки через Нарты, это Республиканское Центр национальных видов спорта. Это в спортивном комплексе Мадуни будет. То есть отличная новость. Большинство дисциплин будут проходить на свежем воздухе. То есть зрители могут прийти и с пользой провести время на свежем воздухе, еще и посмотреть на такие зрелищные соревнования. Надо еще отметить то, что именно метание аркана будет на площади Дружбы, прямо в центре города. Посмотреть за состязанием. И я думаю, что может даже получится самому попробовать. После окончания, конечно же. Конечно. Тебе дадут попробовать в центре города метать топор. Нет, я про аркан. А, ты про аркан. Да. Ну что ж, остается у нас совсем немного времени. И я думаю, интересно узнать нашим телезрителям о том, как же готовятся спортсмены. Да, вот пять дисциплин. И, например, вы как распределяете тренировочный процесс? Например, один день пометать топоры и на следующий день. Или как это происходит? Или все в день по чуть-чуть? Своя начнем. Каждый день разную дисциплину тренируешься? Или все в один день? Нет, разные. Разные дисциплины, разный день, да? То есть это сколько дней в неделю? Шесть. Шесть. У тебя сколько дней в неделю тратишь? Тоже шесть. Тоже шесть. Да, шесть дней в неделю. То есть на каждую дисциплину по одному дню и один день все в комплексе. Вот так классно. Большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Очень мы вам благодарны и желаем вам удачи на соревнованиях. Ну что ж, а дорогие телезрители, перед тем, как попрощаться на короткую рекламную паузу, еще раз напоминаем о том, что чемпионаты первенства России по Северному Многоборю пройдут в Якутске с 1 по 7 апреля. Мы увидимся с вами после рекламы. Пауза. Итак, мы снова приветствуем вас. Вы смотрите программу Спортлуб. И третий блок мы посвятим очень интересному соревнованию, который прошел буквально на днях. Это чемпионат Республики по бодибилдингу. Ну и как вы догадались, дорогие друзья, мы пригласили в студию организаторов и участников этих соревнований. С большим удовольствием представляем вам гостей этого блока. У нас в студии президент Федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга Республики Саха-Якутия Александр Гринадеров. Здравствуйте. А также рядом со мной находится Лидия Пехтеревана. Она является абсолютной победительницей чемпиона Республики Саха-Якутия по бодибилдингу в номинации фитнес-бикини. Ну и также у нас еще один триумфатор этих соревнований. Абсолютный победитель чемпиона Республики Саха-Якутия по бодибилдингу, но уже в номинации мужской бодибилдинг Виктор Нифонов. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и, конечно, первый вопрос к организаторам этих соревнований. Мы всегда с нетерпением ждем, и многие жители Республики ждут это соревнование, потому что, ну, это зрелищно. Это красота, это спорт. И чем отличились эти соревнования в этом году именно? Ну, в этом году ни для кого не секрет, что это был юбилейный чемпионат. Во-первых, это был уже пятый пятилетка. И плюс это был как бы юбилейный 50-летие спарты. Мы сделали, приурочили к этому моменту. Вот. Ну и чем отличался именно этот чемпионат? Приездом таких гостей, как президент Федерации бодибилдинга России, Вишневского Александра, комитет судейский главного у нас товарища Назаренко Александра и генерального секретаря Михайловой Натальи. Вот именно вот этим, да, почетными гостями отличались вот эти соревнования. Мы не приглашали спортсменов, мы пригласили руководство. И не прогадали, потому что это было, ну, незабываемо. Кто присутствовал, тот знает. Отсюда сразу вопрос, как же оценило вот руководство приглашенное вот проведенные соревнования? Ну, судя потом по отчетам, по роликам, по инстаграмам этих людей, которые приезжали, наших вот дорогих гостей у них, полностью настолько положительные впечатления. Они все впервые, все трое впервые были в Якутии, настолько удивлены вообще, как природой. Мы их сводили в царство вечной мерзлоты, и сами соревнования им понравились, и спортсмены. И больше всего им понравилось, как зал реагирует на спортсменов на выход. Это, он говорит, даже в Питере у нас такого не было. Вот так. А у вас еще и есть. Очень понравилось. У нас еще и круче, наверное, чем во многих центральных городах. Но вот непосредственно переднем к спортсменам. Лидия, вот хотелось бы тебя спросить. Впервые ты принимала участие вот именно в чемпионате республики, или у тебя уже был опыт заключается? У меня был опыт. Год назад я заняла на этих же соревнованиях третье место. Третье место. И такой скачок. Сегодня ты у нас абсолютная победительница. Ну да. Вот скажи, честно, ожидала такое, или все-таки сомнения были? Нет, вот я не ожидала вообще, если честно. Я была очень удивлена, но очень рада. Я этого безумно хотела. И поэтому была очень счастлива, когда назвали меня. Ну, большинство, кстати, соцсетей просто пестрят фотографиями вот именно Лидии. Потому что это неописуемая красота, честно. И все-таки нужно отметить, что это еще и огромный труд, да? Ну конечно. Сколько лет ты отдала тому, чтобы стать вот абсолютной победительницей чемпионата республики? Ну вообще я в спорте со школы. Я занималась легкой атлетикой, а в бодибилдинг пришла год назад. Вот так вот. Ну вот. Год, грубо говоря, год, да. И абсолютная победительница гран-при Сахада. Здорово. Ну что ж, и у нас еще один триумфатор чемпионата. Виктор Нейфонов. Виктор, вот расскажите о своей дисциплине. Вообще сколько участников было у вас, ну конкурентов, да? И вообще насколько значимая победа для вашей спортивной деятельности? Так, у нас категория абсолютная была в бодибилдинге. У нас было пятеро человек. Смирного были парни. Ну, я почти два года отдыхал, не соревновался. И для меня, конечно, этот, я был очень рад этой победе. То есть, представляешь, два года не соревноваться, а потом взять и показать, и еще и выйти на первое место. Это же замечательно, да? Ну, я думаю, многие телезрители знают Виктора и по выступлениям в других видах спорта. Вот как совмещается у вас? Ну, я раньше занимался вольный борьбой, ну в детстве. И еще хапсага им занимаюсь. Так, сам еще я. Но все-таки бодибилдинг у вас на первой позиции, да? Ну да, пока на первом. Лидия, а вот хотелось бы спросить, легкая атлетика, да? И сейчас фитнес-инструктор, да ты? Да. Но я, если я не ошибаюсь, я видела в соцсетях, что с тобой еще участвует... Моя мама. Твоя мама. Вот это просто уникально. Вы бы видели, когда на одной сцене стоит суперкрасивая Лидия, и рядом с ней стоит не менее красивее мама. Вот это все-таки тебя мама привела в бодибилдинг или ты привела маму? Ну, все-таки больше я привела маму в этот спорт. А мама тоже всю жизнь в спорте? Ну, нет, кстати, мама только вот вообще три года назад пришла к спорту, занималась обычным фитнесом, потом вот постепенно более к силовому перешла. И сделала такую форму, да. Она, кстати, тоже второй год участвует. Второй год. Да. И в этом году она? Второе место заняла. Вот так вот. Мама с дочкой первые два места. Финичное выступление. Супер просто. Мама с дочкой на педистале, да? Здорово. Такое начинство от Ахаси даже не увидишь. Мать и дочь. Ну, это просто какая-то, да, это... Ну, это, наверное, еще один из элементов такого прям шоу, мне кажется, ведь это даже, наверное, и не купить здесь, и не подкупить, потому что они-то все это еще и делом должны показать, и делом. Здорово. Ну, вот, Александр, если взять все-таки все, весь чемпионат, у нас девушек было больше или мужчин? Девушек немножко больше было. Немножко. Немножко больше, потому что девушки всегда более такие, как бы, отзывчивые к соревнованиям, они всегда хотят, они любят сцену, большинство, сцену любят их. Тем более у нас была новая номинация, фит-модель в платьях девушки выходили, поэтому их стало больше гораздо, как бы, поэтому... Ну, это красочно, девушки всегда смотрятся, их встречают хорошо, ну, и всегда было много. Вот мы знаем то, что наши гости, да, триумфаторы соревнований, они вот представляют разные дисциплины, и очень интересно было бы поговорить о именно вот видах, да, вот о дисциплинах чемпионата. Вот расскажите о них, и в чем же заключаются различия? Ну, сам спорт называется бодибилдинг. В нем есть много подразделений. Это и фитнес, и фит-модель, и фитнес-бикини, получается, и бодифитнес, и сам бодибилдинг, который... Есть еще классический бодибилдинг, есть пляжный бодибилдинг. Очень много подразделений. Ну, вот видов спорта всего, за которые можно получить, допустим, нормативы спортивные выполнены. Сам бодибилдинг, классический бодибилдинг, бодифитнес. Вот, а, и фитнес еще женский. Вот, в принципе, все. Остальное конкурсы. Бикини, пляжники, это все конкурсы, там уже нормативы нельзя получить. Мастером спорта не станешь, да? Мастером спорта не станешь, да. Вот. Ну, конечно, очень много номинаций, народ идет в ногу со временем, и главная федерация в Мадриде, она придумывает новые категории, которые будут отображать вот веяние народа, очень, как бы, такое популярное выбирают. Это фитнес-бикини очень популярный, фитмодель сейчас набирает обороты. Сейчас новая номинация wellness женская, очень много новых категорий, в ногу, больше, больше и больше. Они следят за настроениями, так сказать, основной массы населения, выбирают какие-то новые номинации, продвигают их, и, как правило, они действительно выстреливают. Вот мы первый раз провели фитнес, фитмодель. И как на ура просто встречала публика, просто на ура. У них первый раунд в купальниках, второй раунд в вечерних платьях. Но здесь для девушек-то фантазия, там, да, ну хоть тут, да, можно еще и в платье, понимаешь, но мне кажется, это... Настолько ярко, зрелищно. Это же еще и, представляешь, это еще и о платье подумать надо. Ладно о купальнике, а еще о платье, о каблуках, это целая история. То есть это посильнее, наверное, чем подготовка идет, сильнее, чем конкурсу красоты, наверное, да? Да, конечно, тело еще надо. Еще и тело надо привести в порядок. Вот, Лидия, тогда вопрос. Ты все-таки доказала, что ты лучшая в республике. Дальше, вот дальше тоже интересно, ведь все-таки, как сказал Александр, развивается бодибилдинг очень активно, и конкуренция хорошая. Вот куда ты отправляешься дальше отстаивать честь? Ну вот сейчас, 17 апреля, мы вылетаем в Краснодар на чемпионат России. Уверена в себе? Ну, не то, чтобы уверена, но хочется выступить достойно. Приложу все усилия, но все, что от меня зависит, я сделаю, а там уже посмотрим. А что касается Виктора? Ну, я в этом году не подлечу туда, но планирую и в следующем году. То есть пока в Якутии будешь? Ну вот наши победители чемпионата с собой принесли замечательные призы, да, трофеи. Вот мы говорим о том, что это красота спорта, да, и мы видим то, что трофеи тут тоже очень красивые. Не просто кубок, да, кубком, а вот все. Расскажите о призах. Ну, в этом году я решил не дарить, так сказать, телевизоры, чайники. Решили сделать все гораздо более так, на память символично, да, и чтобы осталось это навсегда. Да. И заказали в Санкт-Петербурге у Федерации бодибилдинга головной российской, ну, такие статуэтки. Там есть у них завод специальный, он отливает их. Такие статуэтки выдают на чемпионатах России. Вот мы попросили, нам привезли. То есть ровно такие же, да? Ровно такие, один в один. А так можно, да, делать? Можно. И медали у нас тоже с чемпионата России. То есть это, по сути, можно на чемпионаты не ездить, уже есть. Так-то по логике вещей. В моей копилке уже есть такой трофей, зачем ехать на чемпионатах? Ну, это, наверное, Россия есть, Россия. Звания-то нет. Да, да, да. Самое главное вот то, что написано. Да. Я вижу вот на трофее Виктора. Это для спортсмена важно, что написано. Да, конечно. Вот у Виктора вижу вот знакомое лицо, Арнольд Шварценеггер, да, легенда. Узнаваемое лицо. А вот что касается вот Кубка Лидии, это у нас тоже... Неизвестно, да? Да, я не уточнял. Ну, я думаю, что, скорее всего, какая-то спортсменка. Скорее всего, Санкт-Петербурга. Хорошо. Ну, вот прошли у нас успешно эти соревнования. К нам вот в Якутск приезжало руководство, да, Федерации России. Ну, и, может быть, мы сможем проанонсировать или говорить хотя бы о том, что в скором времени Якутск примет, может, соревнования всероссийского масштаба. Есть ли такие? Насчет всероссийских не знаю, но весной планируем провести Дальний Восток. Для начала, да. Потому что российские соревнования провести, это очень, ну, как бы, там рейдеры очень высокие. Это надо подготовку. Сначала надо отработать на дальневосточных турнирах, а потом попробовать Россию. Почему бы и нет? Все возможно. Все возможно. Попробовать надо будет. А вот что касается Дальнего Востока, вот прием заявок, вот когда начнется, будем говорить? Прием заявок начнется. Мы же весной проводим соревнования. Кто-то проводит два раза в год, мы один раз в год проводим. Поэтому прием заявок, скорее всего, начнется зимой. Следующий. А у нас вот такой вопрос. Есть возрастные ограничения среди участников? Ну, они есть только до. Свыше нет. Потому что есть у нас юноши, юниоры, взрослые и мастера. Мастера не ограничиваются. Мастера у девушек идут от 35 лет, у мужчин от 40. Верхний предел не лимитируется. Вот у мужчин, допустим, от 40 до 50 первая категория мастера. Потом мастера два, это от 50 до 60. И третьи мастера от 60 до 70. Ну, в принципе, есть и дальше. Есть ли не секрет, самый взрослый спортсмен? Ну, я на России встречал за 70. За 70? Был человек, да. И тело в идеале еще. Ну, не сказать, что в идеале, но очень неплохо. На своих лет, наверное, просто. А у нас ребята, которые принимают, вот среди девушек есть у нас примерно? Есть. Вот сейчас выходили на сцену мастера. Целая категория. У нас категория бикини мастера есть. До этого. В прошлом году мастера бодибилдинг были даже. И среди них, даже в этой категории, вот у Виктора, были мастера. Шорохов, допустим, Михаил, он мастерах. Отлично. У нас давно это приветствуется. Приветствуется. Мы все слои населения привлекаем. И юноши, и юниоров, и мастеров. Все, все есть. Ну что ж, большое спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Поделились вашими впечатлениями, достижениями прошедшего чемпионата Республики Саха-Экуте по бодибилдингу Гран-при Саха. Желаем вам удачи в дальнейших стартах. Лидия, ждем тебя с призовым местом. Хорошо, еще с одной статуэткой было бы неплохо, да? Ну и, конечно, развитие Федерации бодибилдинга Республики Саха-Экуте. Мы с вами, дорогие телезрители, увидимся после короткой рекламной паузы. После рекламной паузы с вами вновь телепередача «Спорт-клуб». В студии работает Власий Сергеев и Дарья Анкехова. И мы с большим удовольствием приступаем к заключительному нашему блоку. И сегодня мы посвятим его настольному теннису. И неспроста, потому что совсем недавно в нашу республику вернулись спортсмены. Наши ребята, которые с честью отстояли честь республики, честь своего тренера, честь своей школы на командном первенстве Дальнего Востока. Который прошел с 12 по 17 марта, да? Итак, ну что, ребята, расскажите, пожалуйста, сначала к организатору, конечно, это старший тренер юношеской сборной республики Саха-Экутея по настольному теннису Аркадий Иванов, а также Аял Никитин и Виктория Артамонова сегодня в нашей студии. Аркадий, расскажите, пожалуйста, как прошли соревнования, сколько участников? Дальний Восток у нас впервые прошел как бы в большем составе, потому что до прошлого года у нас не было Бурятии и Забайкали. В этом году они впервые участвовали и оказывается очень сильная команда Бурятии. Мы до этого еще полмесяца назад участвовали в первенстве среди юниоров, которые проходили в городе Улан-Вида. И там они в сборной Бурятии тоже среди юношей и девушек заняли первые места. И в личном, и среди девушек и юношей тоже самое. И те же ребята вот приехали сюда, вот это же возраст. И одна девушка, Аман Кулова из Бурятии, она уже играет на мастера спорта России. И она же вот команду вытянула на первое место, вывела и также в личном разряде первое место заняла. То есть мы уже знали, да, примерно, кто летит к нам, да? Да, мы уже знали, готовились. И этот возраст, 2004 и моложе, вот как раз будут участвовать в международных спортивных играх «Дети Азии». Вика, как раз она готовится к этим играм. И в командном засчете первые места заняли Бурятии, из Бурятии команда. По юношам и девушкам наша команда заняла вот третье место. И девушки, и юноши. То есть в связи вот с изменениями границ, да, вот федеральных субъектов, вот повысился уровень конкуренции чемпионата Дальнего Востока, да, первые? А так бы, может быть, стали и первые, да? Да, вот как раз мы, с учетом того, что мы можем выиграть вот это первенство, я в прошлом году взял вот этот возраст к нам, и вдруг к нам прибавились Бурятия из-за Байкала. Вот поэтому вот. Неожиданно, надо так сказать. Поэтому вот так получилось. Виктория, ну, давай поговорим с тобой. У тебя в личном первенстве ты заняла восьмое место, правильно? А в команду мы вот заняли бронзу, да? Лично, первенство, восьмое место. Ты довольна своим результатом? Ну, да, я довольна своим результатом. Я не думала, что я дотянусь до восьмого места. В прошлом году я заняла восемнадцатое место. Восемнадцатое место было. И в этом году восьмое. То есть скачок на десять позиций. Ну, это же, это очень круто. У Виктории лучший показатель нашей сборной в личном защите. Именно. Молодец. То есть ты лучшая среди наших. В личном зачете. В личном зачете. Вот лучше с этого начать, да? Что я лучшая именно в личном зачете. А что касается у нас Аяла. Аял, ты у нас в командном зачете, конечно, бронза. А в личном зачете? Я с группы не вышел. У меня это жеребьевка. Ну, сильные, короче, игреки попались. Сразу, да? Да, сразу. Чуть-чуть не повезло, возможно, да? Потому что у меня, ну, я участвую в Дальневосточной соревнованияху только второй раз. Все впереди. Все впереди. Интересно узнать, вот, где ребята учатся и где занимаются вот наставленным теннисом. Начнем с Аяла. В какой школе ты учишься и где вот проводишь свои занятия по теннису? Я учусь в 17-м школе. В школе номер 17. И я это тренируюсь в Дахсуне. В Дахсуне. Как часто ты ходишь на тренировки? Шесть раз в неделю. С ума сойти. Шесть раз в неделю. Помимо школы ребенок еще, вот, видишь, как активно занимается. А что касается Виктории, где ты учишься? Я учусь в училище Олимпийского резерва. Тренируешься? Тренируюсь два раза в день. С 10 до 12 и 15 до 17. Все расписание нам выжило. Виктория, да. А потом я кушаю, потом я сплю, но потом опять теннис, да? Четкость. Спортсмен, да. Вот, как Аркадий сказал, Виктория готовится к играм Дети Азии. И это все равно, что, ну, Олимпийский цикл, Даша, вот, понимаешь? Вот, нацеленный человек готовится к большому международному старту. И вот, очень интересно было бы узнать у Виктории, какие вообще у тебя мысли по этому поводу, вот, с какими чувствами, эмоциями ты, вот, продолжаешь готовиться к играм Дети Азии? Ну, я очень волнуюсь, что я буду играть в МГОЛе в Дети Азии. Ну, я рада, что я буду выступать. Несомненно, это большая честь. Да. Да, вот, а если продолжать разговор с ребятами, вот, когда вы впервые в руки взяли ракетку и сколько времени вообще занимаетесь? Я впервые взяла ракетку в 10 лет, наверное, и сразу понравилось. Я выбрала этот вид спорта. Вот она, эта ракетка. А как часто ты меняешь ракетки? Ну, не так часто. Ну, сколько? Раз в год? Два раза в год? Чаще. Ну, не. Смотрит на старшего тренера, да? Ну, обычно раз в год. Раз в год, да, обычно. Ну, а они все вот такого стандарта, правильно же? Нет, у нее вот с одной стороны гладкие накладки, а с другой шипы. Это, ну, у нас в сборной только у нее такие, а у остальных все гладкие. Да, вот спортсмен сам выбирает, вот, да, с двух сторон там одинаковые или же, вот, действительно очень интересно. Да, шипы – это защитная накладка, а гладкая – она нападающая. То есть еще надо успевать, да, тут соображать. Тебе сложнее, мне кажется, чем с двумя гладкими, да? Хорошо. Айал, вот расскажи, а ты все-таки увлеченно вот заниматься теннисом со скольки лет стал? С 10. Тоже с 10 лет, да? Да, с 10. А успеваешь и школу совмещать, и тренировки, получается все, да? Или все-таки душа больше лежит к настольному теннису, нежели к общеобразовательному процессу? Нет, я пытаюсь все сбалансировать. Пытаюсь. Конечно, человек должен успевать и там, и там. Да, и там, и там. Да, конечно, это спортсмены, люди серьезные, они успевают везде. Пока в школе учатся. А после школы можно уже выбрать жизнь спорта. Ну и возвращаясь к нашему первенству Дальнего Востока, мы знаем, что Якутск далеко не в первый раз принимал первенство Дальнего Востока. Которое это уже по счету у нас? Да, первенство у нас это третий раз. И мы спартакиады еще принимали. Ну и вот говоря о последнем первенстве, сколько всего участников приняло участие? Так, сорок, сорок, четыре, сорок восемь юноши и сорок четыре девушки приняли участие. Первое место? Из нашей республики приняли 32 спортсмена. Команда первенства, первое место заняла команда Бурятия, второе место? Второе место и там, и там Приморье. Приморье. Да. Мы третий. Мы третий. Ну, по-моему, мы всегда вот с ними и конкурируем, да? Да. Идем как-то мы все время бок о бок. У юноши с Жервек немножко не так получилось, потому что они попали к Приморью в полуфинале, нет, к Бурятии в полуфинале. Если бы попали к Приморью, могли обыграть их и бороться за первое место. Ну вот мы знаем то, что у нас с Китаем, да, существует договоренность о том, что вот с нашей стороны летят в Китай учиться настольному теннису, а вот наоборот, молодые люди, девочки из Китая прилетают к нам вот тренироваться вот именно по вольной борьбе, да? Продолжается ли это сотрудничество сейчас и находится ли, может быть, группа якутских юных спортсменов сейчас в Китае? Нет. Пока они здесь. Они вот последний раз приехали в конце января и пока не выехали. Ну, надеюсь, что выйдут. Выйдут. Потому что результат очень хороший. Молодые есть, да? Да, молодые. Вот 2009 года рождения, 10 и 11 год его рождения, там два мальчика, две девочки. И изот Кирвошапкин 2009 года рождения, вот по 2004 и моложе, первенство республики, шестое место занял. Чуть ли не третье место занял. Вот 2-3 уступил за третье. Молодец. И он в состав команды вошел. Виктория, вот сейчас нас смотрят много телезрителей, да? И все-таки хочется услышать вот из уст юного еще пока спортсмена, да? Вот настольный теннис. Какие качества тебе развивают? Ну, давай вот три. Вот что тебе дал настольный теннис? Не знаю. Настольный теннис это что? Это? Виктория не фокусируется, да, на том, что что дает настольный теннис? Ну давай посмотрим, а может, а я сфокусировал. Ну, ловкость. Ловкость. Реакция. Реакция. Быстрота. Быстрота. То есть ты такой у нас уже ловкий, быстрый и такой реактивный, да? Ну-ка попробуем, Виктория, у тебя? Ну, то же самое. То же самое, да? Видишь, реакция есть. Да, да, да. Хорошо. И ловкость тоже. У нас подведены итоги, да, вот, первенства Дальнего Востока. Получается, мы не отобрались на... Первенство России. Да, первенство России. Какие дальнейшие старты вот ждут ребят этого возраста? Что их ждет? Может отдохнуть? Ну, мы планируем июня месяц выезд на учебно-тренировочные сборы в Харбин, Китайскую Народную Республику. Вот, как раз, кандидаты в сборную команду Республики по детям Азии должны выехать. Ну, и планируем осеннее время, где-то в сентябре, выезд на центральные регионы России. Вот, планируем. Ну, и тоже, там, где-то в ноябре тоже второй ОТС планируем в город Харбин. То есть планы у нас наполеоновские? Наполеоновские. Есть. Ну что ж, большое спасибо, что посетили и порадовали нас своим общением. Желаем вам удачи в следующих стартах, дальнейших успехов. Ну что ж, дорогие телезрители, мы напомним о том, что вы говорили с призерами первенства Дальнего Востока по настольному теннису. Увидимся с вами ровно через неделю. Занимайтесь спортом. Спасибо. 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 Спасибо.